Всем привет! Обзор смартфона Realme C61, модель RMX3930, это 6128 версия, стоимостью примерно 130-140 долларов. Бюджетный смартфон с NFC. Давайте смотреть комплектацию. Начнем с этого. Собственно, сам смартфончик в золотом цвете. У нас 40 месяцев гарантированная гарантия на батарейку 5000 мАч, выносливая батарейка, Face ID и отпечаток пальца, разблокировка, 90 Гц дисплей и IP54. Противобрызгив и противопылевая защита у этого устройства, но не по самому серьезному стандарту. Полной водопыленепроницаемости тут нет. Чехол в комплекте, также документация, блок для зарядки. Блок для зарядки у нас с быстрой зарядкой. 15 Вт. Это такая полубыстрая зарядка. Наверное, быстрой можно считать хотя бы от 20 Вт. И кабель TPC на USB. Закрыли устройство. Коробочку. И теперь по самому устройству. Блок камеры. Тут вот iPhone Like. Вот двойная камера. Вспышка. Вспышка как будто да, это третья камера. Плоские. Плоское устройство. Плоская рамка. То есть такая прямоугольная форма устройства. Вот. Ну, в общем, тут все понятно. В принципе, как и у большинства современных устройств. Да, дизайн. Тут слот для SIM-карт. Снизу Type-C порт. Динамик, микрофон, порт для наушников. Достаточно тонкое устройство, кстати. Оно, сколько его толщина? Всего лишь 7,84 мм. Да, достаточно тонкий устройство. Немножко камеры выбирают из корпуса, но не сильно. Буквально на миллиметра полтора-два выбирают еще. Ну, ощущается, как очень тонкое устройство. Так. Разблокируем. Разрешение экрана у нас HD, кстати. Это вот, ну, не скажу, что прям заметно, но вот сразу подумал о том, вот разблокировал, что да, это не Full HD дисплей. Тут 1600 на 720 точек на очень большую, относительно большую диагональ 6,74 дюйма. IPS 90 Гц. Так. Открываем настройки. Есть обновление системы. Вот. А на данный момент у нас 14-й Android и Realme UI. Вот какая версия Realme UI не пишется, да? Вот. То есть просто Realme UI. Realme UI. РМХ 3930 экспорт 14.8.10. Ну, на такой вот, такой вот есть обновление. Обновление, обратите внимание, на 1,4 Мегабайта. Совсем-совсем маленькое. Так. 6. Есть 8-ми ядерный процессор. Процессор у нас Tiger T612 от Unisoc. Ну, в общем-то, самый дешевый процессор, самый такой бюджетный, используется в данном устройстве. Ну, смартфон более-менее нормально работает. Так. Экран. Сделаем яркость максимальной. Темный режим. Светлый режим. По обои и стиле настройки. Настройки. Тут можно выбирать. Да, стиль. Цветовой стиль. Главный экран. Тут только сменить обои, поставить тематические значки. Но тематические значки мне не очень нравятся. Ну, в общем, это, в принципе, вся. Все возможности кастомизации, я так понимаю. Можно так вот приближать обои, интересно. Ну, это не чистый Android. То есть, тут поинтереснее прошивка, чем у Motorola. Поинтереснее до чистого Android. Но по сравнению с Xiaomi, по сравнению с Samsung, конечно, проигрывает. Там более интересные, более функциональные прошивки. Тут такая семья. Неплохая, это средняя. Лучше, чем у ZTE. Намного лучше, чем у ZTE. Лучше, чем у Motorola. Ну, как бы, не топ. Давайте посмотрим на результаты в бенчмарках. Вот, по-моему, тест видеоскрытера тут не запустился. А вот тест процессора такие вот цифры показывает. Закрыли. По Antutu бенчмарку. Такие вот цифры. 261 тысяча. Нормальный, средний результат. Запустим PUBG Mobile. Так, загрузилась игра. По графике. Давайте смотреть, что у нас тут по графике. Это полноценный PUBG Mobile. Работает на средних настройках. Или вот на таких, на более геймерских, более плавных настройках. Кому интересно. Так, закрыли. Вот, и давайте посмотрим на камеру. Возможности камеры. Так, камера двойная 50 плюс 0,08 мегапикселя. Так, все это все понятно. Так, по видео. Мы можем записывать качество видео. Ну, над камерой, над приложением камеры совершенно не работали в этом лаунчере. То есть, это стандартные андроидовские уведомления. Системные менюшки. Системные всплывающие окна. HD 30 FPS. HD 120. Ну, в общем, камеры возможности минимальные у данного устройства. Ну, в принципе, для смартфона за эту стоимость это и ожидаем. Так. Такие настройки. Ну, в общем, минимальные базовые настройки. Сейчас покажу примеры снимков на данную камеру. Выведу их на экран. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok